Встреча священнослужителей и общественности в Национальной библиотеке традиционны. Сегодня поводом для общения стала книжная выставка, посвященная русскому монашеству на Афоне. В этом году исполняется тысяча лет присутствия русских на Святой горе. Книги, представленные на выставке, это лишь малая часть православной литературы, которая сегодня хранится в фондах библиотеки. Если говорить о периоде советском, то в библиотеке литературы православной стало больше, причем литература стала больше хорошей, доступной, изданной в достойных изданиях, в хорошем оформлении. И если говорить о переводах, то это переводы тоже очень хорошие. В частности, в нашей библиотеке есть переводы библии на хакасский язык для детей и для взрослых. Есть переводы на тувинский язык, ну и другие языки сайоналтайского региона. Любопытно, но православные книги в библиотеке хранятся, как и в советские времена, в разделе «Религия и атеизм». На этом сходство с антирелигиозным прошлым заканчивается. Сегодня к комплектованию фонда православной литературы библиотекари подходят с большой ответственностью, если необходимо консультируются с епархией. Дело в том, что книг, претендующих на звание православных, много, но не все таковыми являются. Разобраться в море духовной литературы под силу не каждому. Надо все-таки иметь наставника, потому что под видом православия может быть оккультная литература, литература, как мы говорим, рериховского направления, которая имеет много православного окраса, но при этом православной все-таки не является по некоторым существенным принципиальным вопросам. В прошлом году в Епархиальном духовно-просветительском центре открылась своя собственная библиотека. Сегодня здесь хранится более 5000 книг, самым древним более 200 лет. Но все же основная часть фонда – это красивые современные издания. Епархиальная библиотека открыта для всех желающих, потому что православная книга – это не только богословские труды. В библиотеке есть работы по истории, краеведению, художественной литературы. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.